Любимая, Ангелина, мне полностью надо говорить или как? Да, из Санкт-Петербурга. Ангелина из Санкт-Петербурга, это твоя мама. Я жива, скажи всем нашим, что все нормально, все хорошо, мы находимся на территории ДНР. Все, я тебя люблю, скоро увидимся. Передайте, что я жив, жива, это самая частая просьба, с которой обращаются к нашей съемочной группе жителей городов, оказавшейся в зоне боестолкновения. Тут не работает сотовая связь, а значит нарушена связь между родными людьми, родственниками. И это оказалось то, что труднее всего пережить. Сейчас, секунду, ничего не соображаю. Ну как она у вас записана была? Дочка, Лена. Любимая записана, но у меня еще просто номер стоит, еще ее украинский здесь, она успела уехать. Да, любимая здесь номер ее, видите, украинский стоит. По ватсапу как ее найти, я не знаю. Ну по ватсапу давайте. Через социальную сеть мы нашли ее дочь Ангелину и передали адрес безопасного района под Мариуполем, где временно будет находиться ее мама. Елена надеется, что скоро после завершения уличных боев она сможет вернуться в город. Вы себя просто не представляете. Когда сидишь в убежище, понимаете, и у тебя просто стены вот так вот. У нас два трупа в этом. Люди не выдержало сердце. Вот у женщины и у моего соседа. Кстати, сосед мой супрун Александр Ильич. Сережа, если ты меня вдруг нечаянно увидишь, он в Москве живет, у него сын тоже не знает ничего. Папа 19-го числа умер, сердце сдало. Сейчас мы находимся в левобережном районе Мариуполя. Здесь, хотя и слышны взрывы снарядов, но из-за того, что район прикрыт сопкой, он считается уже безопасным. Здесь собираются люди, чтобы затем выйти по гуманитарному коридору, организованному Донецкой Народной Республикой, в сторону Новоазова, а далее уже на территорию России. Ну вот здесь уже есть такая импровизированная доска объявлений, потому что сотовая связь не работает. Люди потеряли друг друга и оставляют вот такие записки. Вот, например, Перута, Валентина, идите на дачу, Гена. То есть Гена не может связаться с Валентиной. Ну и дальше разыскивается семья Дубченко, Кирилл, 2003 года рождения. Очень много сейчас таких потерявшихся. Люди выходят из подвалов под обстрелами, идут пешком. Кто-то едет на машине вместе с соседями, друзьями и просто попутчиками. Некоторых на своей броне привозят российские военные. Все идут сюда, пожилых женщин, которые старые, с детьми. Всех сюда везем, потому что они очень устали, хотят пить. Даем им воду, сухопайки, что у нас есть, по возможности все им отлично. Перед фильтрационным постом скопилось сотни беженцев. Слышны выстрелы самоходной установки, периодически, наверное, каждую минуту. А здесь выстрелились люди-беженцы, уходят из города. Это прилет сейчас был? А как вот различить прилет? Ну вот выстрелом. Ну вот, под такую канонаду эти люди живут уже здесь почти месяц. Вчера около 5 тысяч, сегодня уже где-то 7 и еще идут. То есть у нас поток бешеный. Но здесь есть критерии, что вот этих пускаем, а этих не пускаем? Нет, всех принимаем. Мужчина с 18 до 60 лет? Это требует просто отдельного, особого внимания, их проверяем. Но настолько, насколько позволяет, ну, как бы сказать, подозрительные лица. Сотрудник фильтрационного пункта говорит, что они проверяют мужчин, брал ли он в последнее время в руки оружие или нет. От отдачи автомата на плече, как правило, остается синяк. Смотрим на полки, татуировки, документы, все эти вещи. Ну, личные вещи. То есть синяк вот здесь вот, да? Ну, и синяк в том числе. Слышали, информация была, что переодеваются в женскую одежду и пытаются под видом женщины. Ну, на них обращаем пристальное внимание. Мирные жители просят направить сюда больше автобусов. И показать их лица, чтобы родные увидели и узнали, что живы, здоровы. 21 день мы сидим в подвале. 21 день в подвале. Ни еды, ни света, ни воды, ничего. Готовили на костре, на улице еду. И нам никто не помог, ни кусочка хлеба не дали. А вы на Калугу трое, да? В Калугу? А мы 10 человек на тысячу. Ну, вы все созвонились уже кому-нибудь? Ну, нет, мы не можем созвониться, у нас же связи нет. Связи нет. Екатерина Полозова, жительница Мариуполя. Говорит, что больше не может молчать. Хочет рассказать то, что раньше из-за страха, за собственную жизнь говорить боялась. Это ад. Стреляли по нас, по нас. Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели. Я лично видела. Пусть все знают, пусть весь мир знает. Азов и правый сектор нас убивал. Просто-напросто, тупо, понимаете? Гора, вот эта шлаковая гора, Азовсталь. Они оттуда стреляли по частному сектору. Они полностью все уничтожили, полностью. Весь Левобережный район, понимаете? Его восстановить нереально. Его нереально восстановить. Вот что говорят жители города о тех, кто называл себя их защитниками. Это фашисты. Это фашисты, каратели. Понимаете, фашисты так не делали, как эти скоты. Они нас уничтожали. Восемь лет закапывали, все жили. Восемь лет они закапывали. Весь город. Я вот за стадиону. Охопами. Снесли все девятиэтажки, все десятиэтажки. Сожили. Это одна из тех машин, которая успела вырваться из Мариуполя. Люди специально написали вот эту надпись «Дети». Но смотрите, рядом с ней следы от пули. По машинам стреляли. Не давая мирным жителям уезжать, прикрываясь ими, как живым щитом. Как его... А Мишка как зовут? Антон. Мишка, Антон. Довез детей. Украинские власти не организовали эвакуацию из Мариуполя. Выбираться с улиц, где идут бои, жителям пришлось самим. На свой страх и риск. Там же что-то проулки и это самое. Подъедем это самое. Раз, только глянем на центральную, нормально. Раз, проскочили это самое. Потом до следующего перекрестка доезжаем, опять вышли, посмотрели. И так доехали до Поживановской церкви. Это уже к морю, к Сопину туда спускаться. И так спускаемся, а тут трупы лежат. Господи, сохрани нас это самое. И тут раз, а тут уже как раз, вот въезжаешь с горки, а тут уже стояли это самое ДНР. И встретили нас, говорят, проезжайте, проезжайте. И мы поехали. В лагере МЧС беженцы проходят проверку документов, получают место для ночлега. А многие впервые за долгое время могут пообедать здесь горячим супом. Это суп? Это вот гречка с мясом. Говорят в Киеве, что нам дают воду, мы под защитой, дают нам хлеб, это вранье. Нас просто бросили. Нас просто бросили, и мы никому там не нужны. Мы надеялись просто хотя бы на воду и хлеб. Дети хлеб месяц не ели. Я когда сюда пришла, и мне дали хлеб, я просто его понюхала, держу в руках. Настолько ароматный хлеб. У нас снег пошел в Мариуполе. Люди собирали снег для того, чтобы просто потопить снег и попить вот эту воду. Юлия Городникова была сотрудником Центра занятости Мариуполя. Помогала людям найти работу. Теперь ей самой нужна помощь. Квартира сгорела. Связь с родителями потеряна. Вот мы сейчас уехали, наши родители не знают, что мы здесь. У нас родители все остались в Мариуполе. Мы, уезжая из бомбоубежища, мы ехали к родителям, чтобы остаться у них. Потому что у них дом целый, у них по периметру дома подвал. Мы хотели остаться с ними. Но когда нам сказали, что туда ехать нельзя, что там работают снайпера, нам сказали, не рискуйте жизнью детей и уезжайте лучше в безопасное место. Либо оттуда, откуда вы вернулись, либо уезжайте вниз. Она здесь, потому что в сторону Киева. Зеленый коридор украинские военные так и не открыли. Самое безопасное место оказалось в ДНР. Но то, что наставляли автоматы, говорят, не выпустят, да, это было. А вы сняли почему-то? Нет, никто ничего не говорил. Сказали, возвращайтесь к себе, откуда вы приехали. Не выпускали. Может быть, кто-то и прорвался. Она говорит, что последние 8 лет город превращался в сплошную боевую базу. А иллюзий по поводу нациалистических формирований у нее и раньше не было. Но никто из жителей ничего с этим поделать не мог. Да, я всегда понимала, что это не наша защита. Я не знаю, кто создал эти полка, какие-то батальоны, для чего они нужны. Наверное, мы думали, мы, знаете, мы просто такие люди, мы всегда думаем и надеемся на лучшее. Мы думаем, ну, может быть, это наши догадки, что там что-то плохо. А потом мы себя утешаем, успокаиваем и понимаем, что да нет, все будет хорошо, все нормально. Оказывается, за все это время в Мариуполе завезли столько оружия, техники, что никто не мог вообще себе представить. О том, что боевики запрещенного в России нас батальона «Азов» бьют по жилым кварталам, где находятся местные жители, рассказывает и Михаил Жеутский. Он работал монтажником на заводе имени Ильича. После травмы на предприятии оказался прикован к инвалидной коляске. И все же смог выбраться оттуда. Засели, возовстали. Возовстали Азов. И оттуда прямо по цехам, по цехам технику понаставили, по цехам. Все, она выехала оттуда, градики стрельнули по городу. Опять заехали, ворота закрыли. Тишина, нету никого. И они оттуда встали, вид на город, бей в любую точку, разрушай город полностью. Что они и делают. У нас инвалид, ему в больницу срочно надо. Он почти доходяга. У нас есть сосед с Мариуполем, он со вчерашнего дня выжил за эти 20 дней. Где он, этот инвалид ваш? Сидит возле доктора. Родственники есть какие? Ну, в Мариуполе есть. Больше нет нигде, да? Да. Больше нет, только в Мариуполе остались, да? Ну, в Киеве сын. В Киеве сын, да? Да. В этот момент карета скорой помощи оказалась занята на перевозке раненых. А у нас в машине есть одно свободное место. Берем мужчину с собой. Квартира у вас сейчас разбита? А там все сгорело. С этажа. Валерий Улыбышев. Ему 71 год. С собой у него только паспорт и разрядившийся телефон. Подзаряжаем телефон и среди контактов находим номер двоюродного брата, который живет в Донецке. Вчера, говорит Валерий, у брата был день рождения, но в этот раз впервые за долгие годы не смог дозвониться и поздравить. И вот сделает это уже в кругу семьи. Братья не виделись больше десяти лет. Держится нога? А? Стоит еще нога? Держишься, отец? Смелей, смелей, смелей. Давай, давай. Сейчас расходимся. Разойдемся немножко. Оп. Здравствуйте. Ну что, с вами? Ваш? Жил, жил. Спасибо большое. Давайте. Я как-то могу вас сейчас благодарить? Не надо. Удачи. Так, Валерий, пойдем. Все нормально, все будет хорошо. Спасибо вам огромное. Давайте. Сергей живет в Донецке, а его отец в небольшом селе под Волновахой. Восемь лет между ними проходила граница линии разграничения. Сейчас фронт перешел дальше. После тяжелых боев Волноваха освобождена. Но вот что с отцом Сергей не знает. Мы едем туда, чтобы восстановить связь родных. На рукаве опознавательный знак. Белые – это определение свой-чужой. У нас белые и красные. Там, где горячая линия фронта, там красные. У них желтые и синие. На стекле автомобиля тоже. Перед стартом советы о тех, кто уже был в этой зоне. После Докучаевска идут блокпосты и дорога, которая еще не совсем разминала. То есть она минировалась на протяжении долгих лет. И поэтому там надо идти строго колея в колею. Не сворачивать ни вправо, ни влево. Иначе можно подорваться. С ногой ничего не футболять. Потому что ребятам военным сейчас нет времени заниматься вот то, что валяется. И там валяются и секреты, и подарки для нас оставленные. И неотработанные приедевшие мины, снаряды, которые могут в любой момент сдетонировать. Возможно, даже там еще до сих пор горечо. Вполне реально. Ну, с Богом поехали. Когда украинские военные уходили, они за собой взорвали мосты. Поэтому несколько километров приходится нам петлять по проселочным дорогам, чтобы найти объезд. Мы вот только въехали в Волноваху, видно, что вот этой улицы уже нет. Очень ожесточенные бои здесь проходили. Так сейчас выглядит автостанция. А это рынок. А это центральная районная больница. Среди разрушенных домов удивительно выглядит нетронутый снарядами памятник освободителям от фашистских захватчиков Великой Отечественной войны. В виде танка Т-34 в центре города. Даже не знаю, если честно сказать, как мы улучшим. Просто все мы по вбалу ходим. В принципе, танки, да. По жилым кварталам перемещались. Да, да, да. Вот по центральной дороге. По центральной дороге перемещались. С одной стороны. Сюда. Каждый день на одном перекрестке, на 360 градусов, на другом перекрестке, с утра и до вечера. Перерыв по 15 минут. Ни газа. Мы костер на пороге жгли, кипятили там в какой-то кастрюльке, чтобы чуть-чуть согреться. Было очень холодно. Сергей идет к администрации района спросить, безопасна ли дорога к селу, где живет отец. Остовы сгоревших лиховых машин щекочут нервы. Нам нужно проехать всего 10 километров по этой грунтовой дороге. На обочине видны следы от снарядов и брошенные украинские укрепления. Нам категорически не рекомендовали вставать на обочине, особенно заходить в лесополосу, потому что может быть там разные мины, противопехотные в том числе, ловушки. Есть такое ощущение, кого тут по-неизвестному едет, да? Причем очень серьезно. После увиденных разрушений в Волновахе Сергей стал молчалив. Видно по лицу, что внутри он сильно переживает за родных. Но вот мы уже въезжаем в село. Первый дом разрушен. Дальше строение целое. Что, прибыли, что ли? Ну, не знаю. Нет никого, ему кажется. Где батя, ты живой? Здравствуйте. Здравствуйте. Да я просто вместе с вашим сыном приехал. Вон. Быстрее, иди. Только идем с утренцами. Я говорю, как, не знаю, что они там живы-здоровы. Нормально, нормально. Бывай, слава Богу. Дом отца не пострадал, но здесь нет электричества. Поэтому включает генератор. Нет воды. Поэтому нужно помогать соседям. Отец Сергей решил, что больше нужен здесь. А вот тетя собирает вещи, чтобы уехать в Донецк. Так мы специально приехали за вами. У нас хозяйство. Кур решила. Кур, Люсю заберем. Так не, Люсю заберем. Ну, она уже... Можете забрать ее? Нет, смотри. Ну, что, заберем, конечно. Мы думали, вообще всех забирать, на самом деле. Да не, ну, пока отца. Не, а вот, слышь, мы будем тут, а что? Ну, не, ну, если тут, ну, я же не знаю, это не света, не воды. Вода есть. Сергей делает очередную попытку уговорить отца, но тот решил все-таки остаться. Что-то я планировал. Что-то я планировал. Ты начнешь на машину? И хотя бы недели на две, там, туда, в Донецк. Ну, а потом уже прояснится, приехал бы надо. Хай трошку утрясется, и мы проедем. Теперь это село территория ДНР, значит, видеться можно будет чаще. Главное, что посидел с отцом за одним столом, и на душе стало спокойней. Ну, привет. Давай, это малой заинтересуется. Все, пока, пока, не радуйся. Стоять, что ждет, каждую минуту. А двоюродную тетю он вернул в родной дом в Донецке. Здесь уже она смогла дозвониться до дочери, которая живет в Новороссийске. Юля, я уже дома. Мы доехали, все нормально. Люблю, целую. И ты же не бойся, что я не позвоню сразу. У меня все разряжено. Все, давайте, давайте, ребята. Пусть позвонит. Я буду молиться за вас. Давайте, на связи. Пусть позвонит.